Привет, друзья! Рада, что вы заглянули на мой канал. Меня по-прежнему зовут Юлия Рябинина, и я по-прежнему в городе Мерсине, в прекрасном турецком городе. У меня за спиной Средиземное море шумит. И, в общем, не хочется мне работать, но надо. Все-таки уже столько я серий сделала. Но сегодня заключительная серия моего познавательно-развлекательного сериала с элементами детектива о том, как я хотела купить квартиру в Турции, но не купила. Вот сегодня как раз я вам расскажу, почему я ее не купила. Но тем, кто не видел предыдущие серии, я все-таки настоятельно рекомендую их посмотреть. Подсказка вам в помощь, если вы смотрите YouTube-канал, а если Яндекс.Дзен или Рутуб, то ссылочка в описании. И вообще, если вам эта тема была интересна, это огромный труд, хочу сказать. В то время, как многие люди отдыхали, я пилила свой блог. Поэтому, я думаю, для вас несложно поставить лайк, поделиться, написать какие-то комментарии, проявить активность, потому что это фактически плата за мои усилия, за ту обилие информации, которую я вам дала. Поэтому я буду очень признательна. Это очень помогает двигать мой канал, продвигать. И вообще, это такая обратная связь, которая заряжает тебя энергией, мотивирует на создание новых видео. Поэтому лайкайте, делитесь, пишите, высказывайте свое мнение о Мерсине, о том, нужна ли квартира в Турции, выгодно ли это, безопасно ли это делать. В общем, оставайтесь активны. Итак, я начала искать квартиру в городе Эрдемли. Город Эрдемли привлек меня следующими моментами. Во-первых, это город, красивый, очень похожий, немножечко похожий на Европу. Он такой немногоэтажный. Немногоэтажный, с небольшими улочками, мощеными плиткой, довольно зеленый. Он окружен, кстати, лимонными садами, он красивый, с очень живописной набережной, с большим городским пляжем, хорошо оборудованным и довольно чистым морем. Город с прекрасной инфраструктурой. Там есть все, есть торговые центры, больницы, муниципалитет, школы. Кстати, многие из Мерсина, особенно из Теджи, возят детей в Эрдемли в школу. В общем, городок замечательный. Единственный минус, туда еще не проведен газ, но обещают провести. Хотя я обещаниям не верю, но даже без газа он прекрасен. Какие варианты предложений? Если рассматривать хорошие новые дома прямо на первой линии, то ценник начинается от 2 миллионов лир. Это совершенно не укладывалось в мой бюджет. Можно поискать квартиры подешевле в новых домах, недалеко от моря, но они будут не видовыми. Они будут маленькими, где-то там 45 метров. Я такие квартиры смотрела, я их вам показываю. Там совершенно не будет территории, то есть там вообще ее нет, гулять негде. И стоят они в районе 50-55 тысяч евро. Хорошие квартиры, новые, но большие, сравнительно большие для Турции. В свое понимание, большая квартира, у них семьи большие, поэтому квартиры такие просторные. Большие я имела в виду 2 плюс 1, 3 плюс 1 или 1 плюс 1, начиная от 60 квадратов. Можно найти только уже далеко от моря, это где-то там 700-800 метров за трассой Д-400. Это такая большая трасса в новых СИТ. Но я вообще не рассматривала далекие от моря квартиры, потому что, в общем, в Мерси, в Турцию я приезжаю только ради моря. И мне надо его видеть, слышать и наслаждаться. Мы вместе с Баян рассмотрели несколько квартир, и они укладывались в бюджет, и были недалеко от моря. Но они были маленькие и невидовые. И вот что-то у меня душа не пела. И на следующий день я поехала уже с агентством НОРа рассматривать их варианты. И риэлтор немножко схитрила, такой у нее был психологический трюк, который часто риэлторы используют, показывая квартиры, которые не укладываются в твой бюджет. Но они настолько хороши, что ты можешь влюбиться в эти квартиры и выйти прилично за рамки своего бюджета. И она привезла меня в комплекс Липарис. Это такая довольно известная сеть комплексов и отелей, и лакшери-сете вдоль моря в провинции Мерсин. Славится она очень хорошими планировками, очень хорошей инфраструктурой, ну и неплохими ценами, естественно. И, в общем, завезла она меня в комплекс Липарис, завела меня в квартиру, и я сказала, ах, почувствуйте разницу. Роскошный вид на лимонный сад и на море, это первая линия. Прекрасная просторная планировка, вот все продумано до миллиметра, ничего лишнего. Роскошная территория с бассейнами, с барбекюшницами, даже с аквагоркой. Мне это не надо, но дети в восторге от этого всего. Единственное мне показало, что территория не зеленая, но это компенсирует наличие огромного лимонного сада у тебя за окном. В общем, квартира замечательная, и стоимость у нее была тоже замечательная. Стоила она 72 тысячи евро. И ходила я, ходила, жала, 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 жаба меня душила, ну вот прям душа пела в этой квартире. Я прям себя представляла вот на этой террасе, там террасы большие. Как я живу в этом роскошном месте, что я создана для роскошной и красивой жизни. В общем, я понимала, что это мое место. Я сказала риелтору, в общем, торгуйтесь до 70, и я ее возьму. У меня были деньги, но я не хотелось просто вкладываться во все котлеты. Это такая чисто инвесторская осторожность, инвесторский разумный подход к покупкам. И, в общем, наверное, я уже была готова ее купить. И мы поехали к застройщику. Дело в том, что владельцем, собственником, вернее, этой квартиры является застройщик Липариса, строительной фирмы Синан. И застройщик показал мне договор, который должна была подписать, который, собственно, и стал главной причиной моего отказа от покупки. Внимание! Договор стоимостью 70 тысяч долларов на покупку квартиры состоит фактически из одного листа. Из двух листов, но половина листа на турецком, половина листа на русском. То бишь из одного. В этом договоре я прописана как Юлия Рябинина. Там не написано ни номер серии паспорта, ни когда он выдан, и там срок его действия. А там вообще ничего не указано. Только вот Юлия Рябинина. И все. Не прописано условия получения и взятия обратно задатка. То есть ты задаток сдаешь, возникает какая-то форс-мажорная ситуация, кто его знает, вернешь ты его или не вернешь. Никто этого не знает. Они все время обещают на словах, но почему-то это не прописывают в договоре. И в общем много, вот я вам просто рассказала, такие самые явные провалы в этом договоре. Что меня удивляет, если бы вы видели офис этого застройщика. Это просто, ну не знаю, шестисемизвездочный лакшери-отель Дубай. Там карельская береза, мрамор, мебель от сексуары от Версачи. Но почему они не могут написать нормальный договор для русских покупателей, но они просто более придирчивы и понятно, что они себе соломку подкладывают. Это, конечно, меня удивило. И для меня это вообще непонятная история из разряда. Это никак не объяснимо для меня. В итоге, еще один момент. Я спрашиваю, а где присяжный переводчик? Я же не знаю турецкого языка. Как я пойму, что та часть, которая написана на турецком, полностью соответствует русской части, русскому тексту? На что они сказали, да ладно, я пять тысяч квартир продал. Вот они постоянно это говорят. Все будет хорошо, все будет окей. Это турецкая история. Они все на словах обещают. Но, кстати, не всегда свои обещания исполняют. На мою просьбу переделать договор он почему-то отказался сделать. И я так понимаю, что ему просто это лень. Он просто не хочет нагружать своего юриста, видимо, он так много работает, чтобы этот юрист просто переписал договор по моему требованию. Далее я обратилась к риэлторскому агентству и сказала, давайте я через вас заключу договор, и через вас буду проводить оплату. Он сказал, нет, я не хочу, у нас так не принято. Но дальше больше. Он предложил мне составить доверенность на его адвоката. И адвокат возьмет у меня эти 70 тысяч долларов, плюс 2 тысячи за услуги на оформление всех документов и оформление ТАПУ. Это турецкое свидетельство о собственности. То есть он будет распоряжаться моим банковским счетом и перекидывать деньги туда-сюда. Это, конечно, был высший уже пилотаж. Я не знала, как на это реагировать. Я сказала, нет, я не могу так. Я хочу сама снимать деньги. Я не могу доверять человеку, которого я не знаю, довольно большую сумму денег. Короче, дело к ночи. Не смогли мы с ним договориться. Он не шел вообще ни в какую на уступки. Он мне предложил, давайте так, появятся у вас деньги, я не буду брать у вас задаток, приходите с деньгами, отдавайте их мне, и все будет фиолетово. В общем, отказалась я от покупки квартиры. Я хочу спать спокойно, зная, что никакой чужой дядя не распоряжается моими деньгами. И напоследок, для тех, кто все-таки решился купить квартиру в Мерсине, есть такая мечта, мечты должны исполняться. Я хочу дать несколько советов от бывалого. Я, конечно, не бывалый, я всего лишь две недели пробыла в Мерсине, но мне этого хватило для того, чтобы сделать какие-то выводы. Итак, мои советы. Вместе с покупкой квартиры обязательно сразу оформляйте ВНЖ. Дело в том, что в Турции постоянно меняются законы. Например, вот с 1 июля 2022 года был введен запрет на ВНЖ в некоторых районах Турции и в Мерсине в том числе. И многие люди, которые купили там квартиры, но вовремя сразу не оформили ВНЖ, просто остались без него. Им теперь ВНЖ не оформляют. А ВНЖ вещь нужна, если вы захотите подольше пожить в Турции, если вы захотите здесь создать запасной аэродром, времена сейчас непростые, поэтому ВНЖ надо получать. Это такая, знаете, такая соломка. Потом он дает много плюшечек всяких разных. Второй совет вытекает из первого. Закладывайте на покупку квартиры оформление ВНЖ как минимум два месяца. То есть две недели, на которые я приехала в Турцию, покупать квартиру – это совсем никакой срок. Ну, может быть, за этот срок можно купить квартиру, но оформить ВНЖ точно вы не успеете. Если вы покупаете новостройку или дом, которому еще нет больше года, внимательно изучайте застройщиков. Тут это единственный способ подложить соломку, купить новостройку у хорошего застройщика. Иначе вы просто покупаете кота в мешке, вам могут наобещать все на свете, но ничего не выполнить. Потом, вот я знаю, что в Телеграм-канале жаловались некоторые жильцы на картонный дом, на то, что до сих пор не сделан искан. В некоторых домах там еще и ландшафтный дизайн, и территория не оборудована. Поэтому будьте внимательны. Далее. Если вы покупаете квартиру старше одного года, обязательно интересуйтесь, есть ли у квартиры скам. Убежетесь от многих неприятностей. Все квартиры и комплексы, которые вы покупаете, я вам рекомендую проверять в тематических Телеграм-каналах. Просто задавайте вопрос о комплексах, или о квартирах, или об управляющих компаниях, или о застройщике. И вот просто задавайте вопрос, и получите массу полезной информации. Я не отвечаю за объективность, но, вы знаете, лучше иметь полную информацию. Потом, если три человека говорят плохо, это заставляет задуматься. Знаете, береженого Богу бережет. Так, дальше. На заключение договора обязательно берите с собой присяжного переводчика. Никто не гарантирует, что турецкий текст полностью соответствует русскому. Это может гарантировать только присяжный переводчик. Не экономьте на нем, потому что вы можете потерять больше. Далее. Не верьте никому. Ни риэлторам, ни застройщикам. Это вот у них традиционно. Да ладно, я пять тысяч квартир продал. Да ладно, такого никогда не было. Это вот любимая фраза турецких риэлторов и застройщиков. Как проверять квартиру? Ну а тематические Телеграм-каналы я уже сказала. Можете обратиться в муниципалитет. Они с удовольствием совершенно не отказывают дать информацию о проблемах дома. Если там и скан, может быть, там есть какие-то проблемы. Может быть, планируется реконструкция, может, планируется реновация, если это старый дом. То есть идите и узнавайте. И обязательно обратитесь в миграционную службу по телефону 157. Там есть русскоговорящая поддержка. Для того, чтобы убедиться, что ваш микрорайон не закрыт для ВНЖ. И в завершение хочу вам сказать. Я, например, задумалась, нужна ли мне квартира в Турции. Потому что мое личное убеждение, что, наверное, ее стоит покупать для постоянного проживания. Эту квартиру это выгодно. И это, в самом деле, очень хорошее вложение. Но если вы рассматриваете квартиру в Турции как инвестицию, вот 10 раз подумайте. Риэлторы, конечно, вам скажут, что построить международный аэропорт цены на квартиру взлетят. Там, не знаю, застроить эти же цены на квартиру взлетят. И, в общем, много-много причин, по которым цены на квартиру взлетят. Цены на квартиру в Турции весной 2022 года залетели уже процентов на 30, если на 50. У меня очень большие сомнения, что они еще сильно взлетят. Это раз. И второе, ребят, в мире рецессия, это значит, это год-два она будет длиться, если не больше, это значит, падает покупательная способность населения, мирового населения. Все русские, которые хотели припарковать свои деньги в Турции, они уже практически все припарковали. Поэтому был такой хайп, и подняли сцены на квартиры. В ближайший год-два вряд ли будет какой-то ажиотаж в покупке недвижимости, просто потому что у народа нет денег, и он их боится тратить. Он предпочитает их копить на всякий случай. Поэтому, вот вкладывая сейчас, нет гарантии, что через год-два вы получите какую-то прибыль, вы сможете продать эту квартиру с хорошей маржой. Поэтому подумайте, стоит ли инвестировать в квартиру в Турции, я, например, рассматривала ее исключительно как способ вывести валюту из России и на время ее припарковать. Вот когда эти неспокойные, турбулентные времена, пусть она лежит в недвижимости, да и то, я не уверена, что это самый лучший выход. В общем, я буду думать. Но если вы все-таки решили купить квартиру, я очень рекомендую вам посмотреть все серии из моего сериала. Я вам даю подсказочку наверху. Ссылки на все эти серии вы сможете найти в описании под видео. Но я очень надеюсь на ваши лайки, на то, что вы подпишетесь на мой канал, потому что помимо каких-то познавательных историй я вам буду рассказывать о многополезной информации о бытовой жизни, о бытовых реалиях той или иной страны. Спасибо, что были со мной, лайкните, если вам понравилось это видео, поделитесь с друзьями. Я буду очень признательна за вашу активность. Пока-пока, будьте счастливы!